Оригинальный звук я удалила, потому что сгонкин очень громкие. Сейчас я вставлю один кадр с этим звуком. Я думаю, вы понимаете, что переключать этот звук очень сложно, поэтому я его сделала на меню и буду вам рассказывать и показывать. Итак, в эти выходные мы были на гонке в Ижевске на Семи Холмах. По поводу того, какими мы пришли, я расскажу чуть позднее. А сейчас я хочу вам показать старты упряжек первого и второго дня. Вот сейчас стартуют старты первого дня. На эти старты опоздали практически все участники, потому что кто-то не сориентировался, потому что там время не московское. Вот побежали хаски. Поэтому свою упряжку снять я совсем не успела. Мы прибежали уже прям-прям к старту. Кстати, мы одни из двух упряжек, которые не опоздали на свой старт. И снимала уже упряжки, которые стартовали позднее. И вот у нас уже чистопородные тахасочки пошли. Участвовали упряжки большие. Расстояние было достаточно большое. Это 46 и 46 километров. Дважды бегали на такую дистанцию. В дипломах написано 43, но по факту оказалось 46. Поснимала тех, которые упряжки... Ну, практически все были интересны. Не снимала скиджеров, потому что уже просто устали. И нервы на пределе. И это все накладывалось. Поэтому сил хватило только на упряжки. Но я думаю, вот такую красоту показать надо. У упряжки были практически все 8 собак. У нашей тоже была упряжка 8 собак. Мы участвовали в чистопородном зачете сибирских хаски. СЕС-1. Это у нас побежали якутские лайки с Вероникой. Это СЕС-2. Северные истовые собаки второй скоростной категории. Они более медленные. Ну и смотрите. Упряжка самоедов. Такое ты реально редко увидишь. Команда в тапочках заканчивает старты первого дня. А дальше уже видео со стартов второго дня. Вот мы приехали на стартовую линию. Смотрите, сколько упряжек в стартовом коридоре. Заняли прям реально очередь. Стартовали упряжки с разницей в одну минуту. Поэтому там зевать было реально некогда. Наши собачки перед стартом. Показываю. Намтар с его дочкой. Похоже папа с доченькой. Дочка первый раз участвовала в соревнованиях. Вообще в принципе. Красота. Вторая пара у нас там Ангара стоит и Крис. Вот. Ай, красавцы. Ангара и Крис. Криса сместились с вожака. Ну, ему нормально. Потом у нас Свен и Макс. Макс тоже первое соревнование у него. И Сеня и Скай. Скай уже возрастная собачка. А Сеня, ой, вот это собачка, у которой мозг еще не пришел в посылки. Ну что, мы пошли на старт. Тут я попыталась снять наш старт. В руках держа камеру. В другой руке держа собак. Это очень сложно. Вот за стартовой линией стоит Михаил. На нартах. Старт у нас по нартам. То есть на стартовой черте стояли именно нарты. Там меня фотографируют. В кустах сидят фотографы. Вот я вам показала Юлия. Вот ждем от фотографии от нее. Ну что, отправляем нашу упряжку на 46 километров. В следующий раз мы ее увидим только через 3,5 часа. Конечно, это очень волнительно, но результаты мы уже знаем. В чистопородном зачете мы пришли вторые. Эта упряжка у нас снова стоит СЕС-2. Это вторая упряжка самоедов. Но она сборная. То есть там есть и самоеды, и вот с черными ушками. Это якутская лайка. Пошли гулять. Это называется пошли гулять по трассе. Ну и единственная, очень редкая упряжка маламутов. Шестерка маламутов. Очень крупные. Такие прикольные. Там есть и девочки, и мальчики. Конечно, она соревноваться на скорость не может, потому что маламуты это не скоростная собачка. Когда будет финиш, я вам покажу, какие собаки выигрывают эти гонки. Это не чистопородные собачки. Это метисы. Евродоги их называют. Либо ездовые метисы. Вот впереди, как я понимаю, два мальчика стоят. Все маламуты ругаются. Очень хотят бежать. Старт у них просто вообще суперский, фееричный. Они бегут до первого поворота. После первого поворота уже уходят шагом. Ну и хасочки. Якутские лайки с Вероникой. Кто знает, она блогер. Тоже дури много. Но это вторая скоростная категория. Якутики уходят на трассу. А там была еще трасса не 46, а 20 километров. Вот эти собачки уже бежали трассу 20 километров. Это побыстрее. Ну и белые самоеды. Ну это же такая редкость, чтобы собрать упряжку, шестерку самоедов. Таких белопопиков. Они шли тоже на трассу 20 километров. В тапочках, потому что у них на лапы намерзает снег. Наматывается прям на шерсть. И иногда даже вырывает шерсть. Поэтому таким собакам трассы проходить можно только в тапочках. Ну это не обязательно, но очень желательно. Ну что, показываю финиши. Вот эти собаки пришли самые первые. Они выиграли всю гонку. То есть метисы. Метисы ездовые. По ним видно, что хаски там, если даже и пробегал, то где-то в далеких поколениях. Вот это тоже очень быстрые собаки. Скоростные собаки. Там вожак позировал мне. Они голубоглазые. То есть это не Драдхары, не Куцхары. Они именно голубоглазые. Хаски там пробегал. Подарил им обмен веществ ездовой собаки. А скорость они взяли от легавых. Вот такие собачки. Чаще всего выигрывают гонки целиком. С ними хаски соревноваться не могут. Если интересно, сниму видео, почему мы таких собак не заводим. Почему мы остаемся верны хаски. Пишите в комментариях, если интересно. Итак, упряжки стартуют иногда вместе. Им там на трассе видно веселее ходить. Итак, наши собачки вернулись. Ты успокоился наконец-то? Сразу же я собак осматриваю. Киса, киса, киса. Ну что, мальчики, девочки. Хвостики. Гара. Гара, ты погодой наслаждаешься? Молодец. Молодцы. Ай, молодежь. В этот раз с собаками было все хорошо. Мы не стерли лапы. Вот, сразу отвезли их на отдых. Тут играет музыка, поэтому тут звук вообще пришлось заглушить. Иначе видео бы заблокировали на YouTube. Вот, что значит уставшие собаки. Кто-то еще не сильно устал, но главное для них отдохнуть. Вот такую траншею мы им копаем. Это на каждой гонке. А дальше мы пошли гулять. Сейчас я вам покажу своих внуков. Вот эти вот два пацана. Это дети нашей Тучи и Беса. Они живут в Ижевске. Мальчик один из них продается. Им один год еще не исполнился, но скоро будет. Если кому-то интересно, пишите. Ну и награждение. Это вот все участники упряжек на 46 и 46 километров. А дальше награждение чистопородного зачета. Я вам это сняла, и на этом мы будем заканчивать наше видео. Участники, кстати, были не только из Ижевска и Кирова, а съехались практически со всей России. Место ниже Сергей. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите комментарий. Интересное было видео? Вот на такие не только на выставке, но и на гонке ездит наша команда. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Спасибо. И до скорых встреч. Всем пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.